Хочу поделиться тем опытом, который накопился в Республике Татарстан. И заодно хочу передать привет от нашего главного онколога Хасанова Руслан Шамильевича, который уже как бы передал полномочия главного онколога, внештатного специалиста, другому специалисту, Жавненкову Владимиру Владимировичу. Но все равно Хасанов Руслан Шамильевич для нас остается всегда главным онкологом в Республике. Вот от него вам отдельно большой привет. Итак, я не стал приводить цифры по России, не стал зарубежные цифры приводить. Представил цифры по заболеваемости в Республике. И, как вы видите, есть неуклонный рост заболеваемости. К сожалению, нет ожидаемого снижения смертности. Но прирост заболеваемости все-таки наглядно, объективно выше прироста смертности. Вообще, если посмотреть, например, 2009 год и 2017, между ними даже, можно сказать, как бы снижение смертности, да, на 0,4%, но в сравнении, например, с 2008 и 2018 отмечается рост. То есть это кривая плавающая, но корреляция такая, что смертность растет гораздо медленнее, чем заболеваемость в Республике. И это отражает тенденцию вообще общероссийскую. В структуре заболеваемости рак молочной железы в Татарстане на данный момент в популяции, не среди женского населения, а в популяции, занимает третье место. Хотя недавно, еще года 3 или 4 назад, рак молочной железы в популяции, то есть не только среди женщин, он в структуре заболеваемости занимал первые места, обгоняя даже рак кожи. То есть была такая, можно сказать, критическая ситуация с раком молочной железы в Татарстане. И недаром организация именно диагностики и лечения рака молочной железы в общей организации онкологической помощи занимает отдельную строку, и она прямо выделена в программе как мамографический скрининг и ранняя диагностика рака молочной железы. Она регламентируется многими приказами по республике, но вот этот приказ самый главный, который дал начало работы, конечно написано по скринингу рака молочной железы, но я сразу пытаюсь отходить от этого термина, и не скрининга, а именно ранней диагностики рака молочной железы. С этой инициативы вышли онкологи, на встречу пошел территориальный фонд обязательного медицинского страхования, на встречу пошел Минздрав, были выделены отдельные целевые средства на эту отраслевую программу. В эту программу основные мероприятия какие? Организации выявления при большом стечении обследовательных, дооснащение медицинских учреждений, участвующих в программе медицинским оборудованием, подготовка кадров, создание выделенного референс-центра, в котором работают именно рентгенологи, занимающиеся только интерпретацией маммографии и больше ничем, то есть они не отвлекаются на перитониты, переломы и так далее. Также разработка системы учета и была категория женщин выбрана в возрасте 50-69 лет, учитывая мировой опыт и доказательную медицину. Также подлежали скринингу именно женщины, имеющие полис обязательного медицинского страхования, выданный в Республике Татарстан страховыми компаниями. Интервал между обследованием также был выбран два года. Референс-центр, его задача не только интерпретация и архивация снимков, но и обучение рентгенологов в Республике, стажировка рентгенологов, введение регистра и создание горячей линии. Это задачи уже выделены в референс-центре. Что оснащение референс-центра? Так получилось, что мы выиграли конкурс у одной небезызвестной фирмы, которая подарила маммографы тем регионам, территориям, которые победили на конкурсе скрининга, представленном, был всероссийский конкурс. И мы получили очень хорошую цифровую технику, мобильный маммограф, стационарный маммограф. Диспансер докупил дополнительно еще два мобильных маммографа цифровых. И это стало базой, основой референс-центра. Также врачи-рентгенологи, которые прошли специальное обучение, хочется сказать спасибо сразу пользуясь случаем Галине Петровне. Она нам дала азы в прочтении маммографии. Она сразу дала понять, что вы должны копаться в мушках, а не искать вот такие картофельные снимки. Для наших рентгенологов это был как бы посыл. А дальнейшие они учебу прошли и в университетах Хайдельберга, онкодиспансера имени Блохина, Рудуэн. То есть много ездили, много учились и набрали определенный опыт. Методологическую помощь нам оказывала онкоцентр имени Блохина. И огромное-огромное спасибо за поддержку Комаровой Людмилы Егоровны, которая дала нам полностью, практически методическую основу нашей работы. Объяснила все необходимые мероприятия, которые мы должны выполнять в той или иной случае. Объяснила, как ввести статистику, что учитывать и какие факторы. Это была очень большая помощь и на протяжении многих лет она участвовала в нашей работе, приезжала и за это огромное ей спасибо. Итак, что же было сделано в рамках этой отраслевой программы? Во-первых, был накоплен уникальный опыт, потому что, честно скажу, мы шли практически по непроторенной дорожке. Внедрена система Байратс. Если я буду переключаться на Биратс, вы на меня не обижайтесь, потому что идет русификация этого термина. Скоро все будут говорить Биратс и не будут понимать, что это Байратс, мне кажется. Потому что, никому не секрет, что 12 лет назад для рентгенолога понять, что такое Биратс, было совсем очень даже сложно. Каждый маммографический протокол это было творчество рентгенолога. Он описывал все, что угодно и диагнозы ставил практически не поддающиеся систематизации. Также были проведены обучающие конференции, циклы выездные и приглашали рентгенологов к нам. И сформирована команда профессионалов, работающих именно вокруг скрининга. Что позволило нам повысить процент выявляемости и работу поставить на поток правильные рельсы. И, например, внутри нашего диспансера был разработан алгоритм морфологической верификации. И мы внедрили систему маршрутизации в зависимости от выставленной категории Байратс. Сразу хочу сказать, что мы также эмпирически подошли к тому, что категория Байратс у нас стала практически казуистической. Наши врачи-рентгенологи всегда стараются выставить четко либо в сторону Б4-Б5, либо Б1-Б2. Категория Б3 выставляется крайне редко. А категория 0 это как свободный радикал. Она только висит в воздухе, пока врач-рентгенолог эту категорию Б0 не переведет в Б1 и Б2. Грубо говоря, мы разделили Б1-Б2, Б4-Б5. Это Б3 крайне редко выставляется. Соответственно, женщинам, получившим определенные заключения, объясняется методика самообследования молочных желез. Конечно, Владимир Федорович доказал нам, что это не снижает смертность, но это межовое исследование доказало, что самообследование заведомо понижает стадию первые выявленного рака. Может, она не снижает смертность, но заведомо понижает стадию первые выявленного рака. Это полезная, бесплатная методика, которую мы даем бонусам к женщинам, прошедшим рентгенографию. Итак, если же категория Б4-Б5, обязательно осмотр онколога. Причем у нас ноу-хау был в режиме реального времени. То есть, потому что, если женщина получает заключение и уходит домой с категорией Б4-Б5, это слезы, это метание, это начинается паника. Если же прямо в этот же день, а у нас в штате есть врач-онколог при референс-центре, если врач-рентгенолог выставляет категорию Б4-Б5, женщина отдельно приглашается на беседу, и врач-онколог объясняет женщине, что с ней произошло, потому что ни для кого не секрет, что половина женщин получает диагноз как гром среди ясного неба, они же даже не подозревают, что там у них проблема. И показала вот эта методика, что многие женщины сразу попадают в поле зрения онкологов, и они не пропадают. То есть, процент пропавших женщин в плане исчезнувших с поля зрения, он снижается. Итак, а также в диспансере был разработан дополнительный алгоритм обследования женщин при непальпируемой, так называемой, доклинической стадии рака. Потому что, опять-таки, ни для кого не секрет, что старая школа онкологов всегда основывалась на тактильных ощущениях. То есть, весь физикальный осмотр до обследования заканчивался, либо пальпируется, либо не пальпируется. Если рак не пальпируется, старый опытный онколог говорит женщине, иди домой, не морочь мне голову. И даже когда мы первый раз приехали показывать свои результаты через 2-3 года, главный врач одного из крупных онкологических диспансеров сказал, ну не морочь мне голову, ну не может быть 18% непальпируемого рака. Вот. И он не мог поверить, причем онколог с большим стажем, врач Мамола. А по нашим данным, 18% было доклинических форм. То есть, онкологи, которые осматривали женщин, они не могли физикально ощутить очаг. То есть, это очень сложный алгоритм. И поэтому разделяется не только на пальпируемый или не пальпируемый. УЗИ негативный, либо УЗИ позитивный. Если УЗИ позитивный, все просто. Пункция под контролем УЗИ, либо секторальная резекция, да, в полученной проекции. Если УЗИ негативный, то идет рентгенодиагностическая биопсия, стереотоксическая. У нас был аппарат АБИ-Систем, который позволял забирать целый керн из молочной железы, то есть столбик. Не просто трепан биопсидиус, а мы забирали прямо столбик. От 5 до 20 мм диаметром. То есть, позволяло верифицировать очень хорошо. И была трепан биопсия стереотоксическая при стационарном маммографе. То есть, нам позволяло верифицировать непальпируемые раки. Итак, результаты в цифрах. Ну, средняя выявляемость, то есть в рамках отраслевой программы в нашем референс-центре составила 0,63%. Неплохая цифра, как нам кажется. Причем 85% опухоли выявлялись в первой стадии и второй. Но, если выделять, разделять на первую и вторую, то бывали года, когда 55% раков было на первой стадии. То есть, Т1 и 0,0. Причем, опухоли диаметром меньше 15 мм выявлялись в 43% случаев. Также подросла процент кайн-ситу. То есть, если взять по республике, то они не превышают 2-3%. То в нашей группе кайн-ситу выявлялись, бывали особо урожайные года и до 12 лет. Но огромные-огромные проблемы, это, конечно, низкий процент охвата. Мы не могли на 4-5 маммографах охватить достаточное количество женщин. И тут, как бы, большая проблема была, и мы не знали, как выйти на более широкий круг. Потому что нужно было задействовать большое количество ресурсов. Приходилось, ну, раскачать целую республику. И одному только референс-центру это было не по силам. Вот, кстати, да, еще один слайд. Это, я не стал называть это выживаемостью, потому что выживаемость – это более сложная категория. Я назвал слайд «Продолжительность жизни» в группе женщин, которые были выявлены при отраслевой программе. Это порядка 700 женщин. И вот вы можете посмотреть, что медиану вот этой наблюдаемой выживаемости даже через 10 лет никто еще не преодолел. Медианы выживаемости – это 50% женщин, которые остаются живы на протяжении какого-то промежутка времени. Только вот даже через 10 лет медианы выживаемости еще не достигнуты. То есть 66%. Мне кажется, это хорошая цифра, обнадеживающая. Итак, и вдруг грянула диспансеризация. С одной стороны, на самом деле грянула, потому что никто не был готов к таким большим объемам. Была сначала пилотная диспансеризация, когда несколько тысяч женщин обследовались. И вдруг с 2013 года, например, Республике Татарстан надо было обследовать 600 тысяч человек. Это огромная цифра сразу легла на плечи Минздрава. Ну так вот, при диспансеризации, с одной стороны, пригодился наш уникальный опыт, который мы накопили. С другой стороны, диспансеризация стала для нас отличным козырем при выходе на популяционный уровень. То есть, благодаря диспансеризации мы решили выйти со скринингом на популяционный уровень на всю Республику. Потому что ни для кого не секрет, что скрининговые мероприятия при диспансеризации – это маммография, тест на скрытую кровь, цитология, ПСА. Это локомотив для привлечения людей, особенно женщин, на диспансеризацию. То есть, в основном, идут из-за маммографии, из-за мазка, из-за теста на скрытую кровь. Итак, пригодилось наше методическое руководство, которое мы выпустили, в котором подробно, учитывая методику доказательной медицины, мы объяснили методики диагностики рака молочной железы в тех районах, которые выполняли маммографические условия, самостоятельные исследования. Внедрили не только стандартизацию, но постарались внедрить централизацию. И были определены целевые показатели, на которые нужно было равняться. То есть, мы взяли примерно возрастной срез Республики, взяли выявляемость в рамках нашей отраслевой программы. И, значит, целевые показатели составили 0,32% для Республики. На тот момент в рамках небольших эпизодов диспансеризации выявляемость составляла менее 0,1%. Ну так вот, какие же риски сразу же возникли при скрининге маммографии в рамках диспансеризации? Это низкая явка на первый этап. Одними силами референс-центра мы не могли преодолеть. Но когда идет в масштабе Республики, подключился мощный административный резерв. То есть, главы администрации, Министерство здравоохранения, Министерство информационных технологий вышли с большой программой. Были задействованы средства массовой информации, были задействованы все возможные факторы. Выступления перед гражданами на собраниях, на предприятиях. И народ пошел. То есть, народ пошел именно на скрининг. Сейчас я вам расскажу, как мы вышли из ситуации с недостаточным оснащением и единой информационной базы. То есть, вот если посмотреть Республику, вот представлены районы, где имелись маммографы на тот момент. То есть, всего на тот момент было 28 районов из 43, в котором были свои собственные маммографы, где мы могли проводить маммографию. А на следующем слайде представлены районы, где нет маммографов. И такой пример, как на газелях возить людей между районами, практически модель не работала. Почему? Потому что каждый район получал от территориального медицинского, от ФОМСа отдельное финансирование, и практически между собой договориться было невозможно. В Республике Татарстан онкологи имеют три филиала, то есть три зоны ответственности. И, естественно, организация потоков женщин легла на плечи онкологов. Как мы вышли из этой ситуации? Мы выделили три центра. Это Казань, набережная Челны, город Альметис, в котором находится наша филиала онкодиспансера. Красными треугольниками задействованы районы, куда выезжают мобильные маммографы. То есть, вот в этих районах проживает порядка 900 тысяч человек. Это в основном сельские районы. Оранжевыми вот этими значками выделены маммографы, которые были установлены в районы, но центр чтения находился в наших филиалах. То есть, снимки направлялись через центральный архив медицинского изображения. То есть, мы методично каждый год либо устанавливали в какой-то район маммограф, либо заменяли старые маммографы на новые. Но устанавливался рабочая станция рентген-лаборанта, а рабочая станция врача находилась в централизованной. Это позволило централизовать исследования. Опять-таки, в защиту мобильных маммографов хочу сказать, что, например, вот Дрожжановский район. Население 4,5 тысячи человек всего. Если ставить сюда стационарный маммограф, то нагрузка 5 тысяч человек, а исследование на один маммограф в год практически будет невыполнена. То есть, придет тот же самый Роспотребнадзор и скажет, что вы не целевое использование аппаратуры. Но приезжает маммограф два раза в год и выполняет весь объем, который положен для диспансеризации. Первый приезд закрывает первую половину реестров, второй приезд, вторую половину реестров. Отличный выход из ситуации. Та проблема, на которую мы не могли повлиять, это диспропорции явки населения. Потому что в рамках диспансеризации начинается маммография с 39 лет. Мы разложили, вот в синем указаны проценты женщин, прошедших маммографию в рамках диспансеризации. А раньше это проценты выявленной патологии в этих возрастных группах. То есть, мы выявляем 10% раков в 46 проведенных исследованиях в возрасте 39-49 лет. Потому что по диспансеризации они должны проходить маммографию. И они проходят, мы выполняем маммографию, то есть воду в ступе толочим, получается. А та категория, где максимальная выявляемость, вот у нас, например, раскладка по заболеваемости в республике 55-99 лет. У нас получается, что приходит всего 20-32% женщин на диспансеризацию, а патология выявляемая там практически 90% от всех случаев. К сожалению, мы пока не можем повлиять на этот расклад, потому что это федеральный приказ, возраст 39 лет должен приходить на диспансеризацию. Вторая проблема – это на местах нет учета. То есть, главная в районе проблема в том, что освоить деньги, как вы правильно говорили, закрыть реестр. А кто там, чего там, ответственного человека на местах не было. Приказом по республике Татарстан мы обязали в каждом районе выделить человека, ответственного за онкологический кластер диспансеризации. То есть, этот человек головой отвечает за тех людей, которые выявляются при онкоскрининге в рамках диспансеризации и в маммографии, в частности. Вот. И в онкодиспансере мы создали единую базу, в которую регулярно, по мере выявления, вносились женщины с отклонениями. То есть, при выявленных маммографии категории Бирас 4 и 5, женщины персонально вносились в эту базу. Централизованно, через каналы защищенной связи по ВИП-нет, мы рассылали эти списки во все районы. Вот это рабочие документы, вот можете посмотреть. И ответственные за проведение онкологического компонента в диспансеризации за каждого человека заполняли вот 5 последних пунктов. То есть, мы им присылали, кто он, возраст, когда прошел обследование, где его искать. А он должен был ответить, нашли, куда направлено на обследование, какой результат, чем дело кончилось. Если они нам не присылают, мы снова вот эти пустые графы им отправляем и так до тех пор, пока их не добьем. Вот. И получалось так, что, я вот помню в детстве был такой слайд, плакат огромный, дородная колхозница, сено собирала и такая надпись. Каждую травинку сток. То есть, то же самое и здесь. То есть, ни один человек не должен был пропадать, потому что ни для кого не секрет, что меньше 50% людей приходило на обследование с выявленной патологией до этого. Здесь процент, я не скажу, что 100, но он повысился, где-то 75-80% человек приходят на повторное обследование уже с выявленной патологией благодаря вот этой системе. А также интересно было посмотреть по районам. Вот на этом слайде представлены районы, которые самостоятельно делают маммографию. Ни для кого не секрет, что там в основном аналоговые маммографы. Рентгенологи не занимаются только маммографией, а делают все. То есть, и переломы, и перитониты, и маммографии заодно. Вот, получается, что в основном ниже целевого показателя, 3,2, в основном ниже. Здесь, на следующем слайде районы те, где либо мы выезжаем на мобильных маммографах, либо посылают централизованную интерпретацию. На порядок, ну не на порядок, но в разы выше выявляемость в этих районах. Но есть закон диалектики, переход количества в качество. В любом случае, плохо ли, хорошо ли, мы делаем, двигаем, толкаем этот сизифов камень, и постепенно улучшается обстановка. Вот сейчас вот, если взять 0,07, который был показатель выявляемости по республике при маммографии, при диспансеризации в начале, нам удалось по республике поднять показатель до 0,32 в этом году. То есть туда вливаются и наши работы, централизованные онкодиспансеры, и те, которые делают самостоятельно. Все-таки мы, я считаю, что мы раскачали эту ситуацию. Вот, и, ну, ситуация с раком молочного железы в Татарстане и так была неплохая, да, вот если сравнивать с федеральным центром, с Российской Федерацией. У нас и индекс накопления выше при низкой заболеваемости в сравнении с Россией. И, в общем-то, обстановка и так по молочной железе неплохая, но у нас сейчас сложилась уникальная ситуация выйти на популяционный уровень скрининга в республике Татарстан, немножко изменив систему диспансеризации. Потому что в Татарстане 52 маммографа. Из них 26, ну как, цифровые, либо с CR-системами, либо плоскопанельный детектор. Вот, 21 маммограф подключен к базам рентген-онкодиспансера. 31 делают самостоятельно. В 25 районов выезжают мобильные маммографы, как раз про которые я говорил. Средняя нагрузка получается, ну как, средняя температура по больнице на все маммографы, 4300, это вполне реальная цифра. Единственное, нам нужно убрать вот эту прослойку. В возрасте 40, 49 лет в Татарстане 260 тысяч женщин. В возрасте от 50 до 69 лет, ну до 70, еще 575, всего 835 тысяч женщин. Если мы будем делать женщинам от 50 до 69 лет раз в 2 года, получается, в среднем по республике мы делаем 225 тысяч маммографий. Это 78% от женщин, подлежащих скринингу. По большому счету, нормальная популяционная работа. Вот. Но, даже пока мы не вышли на популяционный уровень, все равно в общей структуре заболеваемости по стадиям в республике Татарстан ситуация улучшается. Я заведомо не акцентирую внимание на этом слайде, потому что здесь указана первая и вторая стадии. Я как бы расшифровываю эти столбики. Вот в онкодиспансере в рамках отраслевой программы, синим выделено, выявляемое составило в среднем 45% в первой стадии. В рамках диспансеризации силами онкодиспансера 43%. Если это все, то есть перевести на заболеваемость в популяции, то вот взять Казань. Смотрите, 2008 год, до начала всех скрининговых программ. Первая стадия 19%, сейчас 32%. То есть первая стадия выросла в популяции в Казани почти на 13%. Мало того, в республике Татарстан, по всей республике. То есть с 2008 года 18%, в 2018 год 29%. Это 11-13% в первой стадии. А мы же онкологи, мы понимаем, что человеку с первой стадии мы 10-летнюю выживаемость можем гарантировать в 95-98% случаев. Получается, что мы через 5 лет, если онкологи не подведут, хорошо пролечат, мы должны ждать снижения заболеваемости через 5-7 лет. Но тут еще один гвоздь есть. Последний гвоздь, который я вбиваю в крышку диспансеризации, это повторные туры. К сожалению, если в популяции не будет повторных туров, как минимум 4-5 случаев повторного тура, невозможно ожидать снижения смертности. Ну так вот, выборка по фонду показывает, что год на год не приходится. Вот в 2017 году повторно явилось больше женщин, вот эти данные за полгода, да? То есть 23 тысячи, например, пришли впервые на диспансеризацию, 30 тысяч повторно. В 2018 году ситуация, к сожалению, ухудшилась. Опять-таки, первичных много. И это вторая проблема, которую мы пока еще не раскачали. Но это отдельная работа, и мы ее будем вести. И в конце своего выступления я хочу тоже словами Владимира Владимировича, уважаемого нашего Маяковского, закончить. Потому что я всегда свои выступления заканчиваю этими словами, перефразируя. Что поэзия или там скрининг – это добыча ради. Грош добычи, по-моему, там, да, как он говорит, в годы труды. Переводишь единого слова ради – тысячи тонн словесной руды. То же самое с скрининговой работой, то есть это настоящая пахота. Но если мы будем работать, она должна показать результат. Спасибо. Продолжение следует...